Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Ой, давно я вас не пугала своим безмакияжным видом, можно так сказать, да? И, вы знаете, сейчас только выскочила из ванны, я там повалялась, сегодня мне в ночь опять. Получается так, что я начинаю влоги снимать, да, перед ночью. Но это ничего страшного. Пожалуйста, не пугайтесь, сейчас у меня на лице ничего нет. Нет, я специально вот даже тоник не наношу, потому что я хочу сейчас вам рассказать, как я ухаживаю за своим лицом. Хочу пару слов сказать о своих прыщах, да. И вы у меня, конечно же, спрашиваете об этом, иначе бы я не затрагивала эту тему, и тем более не показывалась бы вот в таком виде. Но вы знаете, вы, мои дорогие, меня уже в каком только виде не видели. Или вы меня видели и не накрашенную, и заплаканную, в слюнях, в соплях. То есть мне уже скрывать нечего, поэтому я вот сейчас вот в таком виде. И да, насчет халатика. Некоторым мой халатик не нравится. Типа вот, все хорошо, но этот халатик, мне пишут, типа, выброси его нафиг. Ну, вы знаете, это вот моя домашняя одежда, я же не могу выйти с ванны, да, и на себя нацепить праздничное. Я вот вышла, села перед вами, даже без тоника, сейчас буду перед вами ухаживать за своим лицом. И, конечно же, параллельно расскажу, вот реально, да, чем я пользуюсь. Сейчас вот принесла все из ванны. Вот все, что у меня есть, я принесла, вот реально вам расскажу, как же я ухаживаю за своим лицом. И потому что вот практически под каждым видео у меня возникают такие комментарии. Большинство девочек спасибо вам огромное, пишут. Эля, ты так хорошо выглядишь, расскажи, пожалуйста, как ты ухаживаешь за своей кожей. Просто в большинстве случаев я сижу перед камерой, конечно же, с макияжем. И вот при свете софита кожа выглядит более или менее. Сейчас вот сижу перед вами с голым лицом. Включила только один софтбокс, потому что хотелось, да, показать вот реальное состояние моей кожи. Одно время, несколько месяцев назад у меня были, кстати, большие проблемы с кожей. Но это, я так поняла, не от ухода, это от стресса. Я так поняла, и от гормонов. Других объяснений ни врачи не нашли, ни я не нашла, поэтому как-то так. И да, я вот сегодня в халатике пью швепс. Я почему-то забыла о таком напитке. Я вообще всегда любила швепс. Мне нравятся вот такие вот вкусы, кислые, такие горьковатые. Классный напиток. Когда мой муж попробовал, он, по-моему, никогда не пробовал этот напиток, он так сморщился, как будто бы ему чистый лимонный сок налили. Ну, блин, мне нравится, вот честно. Мой сынок, значит, меня подсадил на этот напиток. Он классный. Я даже, кстати, состав не читала, там, наверное, ужас. Но мне все равно. Так, что я хотела первое вам рассказать. Сейчас у меня с кожей, в принципе, более-менее. Знаете, сейчас я вам буду рассказывать, как же я ухаживаю, как я реально ухаживаю за своим лицом. Сейчас взяла ватный диск и нанесу свой любимый тоник. И единственный тоник, которым я пользуюсь уже лет пять, наверное. Потому что лицо немного подсушивает. На лице у меня абсолютно ничего нет. Сейчас я умывалась вот такелетством корейским. Это специальная пенка корейская для проблемной кожи. И сейчас вот на ватный диск нанесла тоник. Я наношу тоник прям побольше, чтобы вот ватный диск оставался таким вот мокрым-мокрым. И наношу на лицо. У меня нет никаких, практически нет никаких морщин. Вокруг глаз у меня, слава богу, почти нет никаких морщин. И на лице тоже нет никаких морщин. Поэтому я как бы, знаете, наношу и не сильно запариваюсь. Потому что я видела очень много видео. Девочки рассказывают, как нужно протирать лицо. Как нужно наносить крем по каким-то там движениям, да, там, по массажным движениям. Если честно, я даже не запоминала. Пока что я делаю вот как... Как получается. Вот так наношу тоник. И сразу видно, да, что у меня лицо краснеет. Но это не от тоника. Это от того, что у меня, несмотря на то, что у меня лицо, да, кожа на лице жирная такая. Сейчас, кстати, она стала немного суше. Вот я замечаю. И все-таки у меня чувствительная кожа. И у меня кожа прям вот тут же краснеет. И я становлюсь как помидорка. Так, я вот после того, как вышла из ванны, да, например, если у меня нет косметики, то я умываюсь вот этим средством. Сегодня корейским средством умылось. То есть я смыла с лица остатки крема, да, остатки кожного сала. После того, как я умылась, сегодня это происходит, наверное, раза два в неделю. Я нанесла вот это средство от Фаберлик. Это гель-скраб-маска. Я воспользовалась этим средством как скрабом. То есть нанесла и начала массировать, да, свое лицо, чтобы отшелушить его немного. Потому что вот в этом средстве есть такие очень мелкие, кстати, очень приятные такие отшелушивающие частички. Я сейчас не пользуюсь скрабом. Раньше пользовалась. Помните, скраб был с абрикосовыми косточками. Сейчас я им не пользуюсь. Потом я все это смыла и все. Ну, там помыла голову, туда-сюда и вышла. Сейчас вот протерла лицо тоником. И знаете, после того, как я протираю вот этим тоником свое лицо, мне тут же становится легче. Потому что этот тоник как-то вот увлажняет мою кожу. И несколько раз даже у меня было такое, что я забывала нанести крем. Вот, например, нанесла тоник, да, и кто-то меня отвлек, там, или сын, или муж позвали, и я ушла. И я вот тут же забыла, что я не наносила крем, представляете? И вот так вот ходила весь вечер, и ничего, моя кожа нормально себя чувствовала. Поэтому тоник вообще классный. Вот для моей кожи, я не знаю, может быть, это выглядит как реклама, но это абсолютно не так. Потому что, как вы уже знаете, да, я заказы делаю от Фаберлик на свои личные деньги. И после этого тоника, например, мне сегодня нужно собираться на работу, я наношу вот такой вот дневной антиоксидантный лифтинг-гель виноград и сосна. Это абсолютно бюджетное средство от Green Mama. Это тоже не реклама, просто я уже несколько раз вам рассказывала, что вот такой вот гель-лифтинг, он классно мне подходит. Это практически натуральная, да, косметика, стоит такой крем-гель, ну, может быть, рублей 200, самый максимум. Здесь 50 мл хватает, его мне где-то на месяц 4, это точно. А здесь написано, что его использовать нужно в течение 6 месяцев. Да, я так, в принципе, и делаю. Но в последнее время, да, и как я уже сказала, у меня вот лицо все-таки сушит, и я несколько раз уже пользовалась на дневное время под макияж вот этот крем, представляете? Хотя вот этот крем от Фаберлик, крем для лица и шеи, круговая пластика, я этот крем использовала всегда только на ночь. Он на 100% мне подходит, он очень классный. Это, кстати, антивозрастная серия Эксперт Фаберлик, по-моему, плюс 40, вот точно не помню. Но вот этот крем очень классный, кстати, он не совсем бюджетный, потому что этот крем стоит где-то 500-600 рублей без скидок. А если нарвешься на скидку, то можно купить за 400, наверное, за 450. Я просто так говорю, потому что здесь 30 мл, и написано, что это крем для лица и шеи, круговая пластика. Да, я наношу на все лицо, и в последнее время, девочки, я до такой степени не обнаглела, а обленилась. Я наношу вот этот крем, да, ну или там любой другой ночной крем на все лицо. То есть и на участки под глаза, и на шею, и на лицо. Просто мне даже вот лень, представляете? У меня есть специальные средства под глазки, но мне лень даже вот дотянуться и нанести под глаза определенный специальный крем, поэтому я наношу вот этот крем. И сейчас, кстати, крем нанесу, несмотря на то, что сейчас день, и немножко на шею. Вообще, честно скажу, что вот этот крем, как я уже, да, сказала, его всего 30 мл, и я не знаю, мне его жалко на шею наносить, поэтому я немножечко, вот так немножечко наношу на шею, жалея его, представляете? И на все лицо тонким слоем, вот на дневное время я наношу его прям тонким слоем, и он тут же впитывается, тут же делает мою кожу, я не знаю, как объяснить, но делает кожу такой упругой. Ну вот и все, я нанесла этот крем, и вот видите, у меня даже вот лицо, да, сразу красненькое стало, но это ничего страшного, потому что все это сейчас нормализуется. Но вот этот крем мне подходит прям вот 100%, получается так, что я его использую и в ночное время, и в дневное время. Вы знаете, еще хочу показать, что у меня есть, да, в арсенале, которыми я не пользуюсь. То есть это ночной крем-активатор с кислотами и обновляющий ночной лосьон тоже с кислотами. Я боюсь пользоваться, потому что или так совпало, или что-то с моей кожей в это время, да, не то было. Но когда я приобрела вот эти два средства, у меня с кожей начались какие-то проблемы, но я ни в коем случае не обвиняю, да, эти два средства, просто пока что я как-то боюсь ими пользоваться, и уже вот зима практически заканчивается. Я до сих пор вот не использовала эти два средства для лица, но не знаю, что, конечно, как приду ли я к этому или нет, может быть, просто придется выкинуть, потому что срок годности пройдет. Но пока что не использую. А вообще вот, в принципе, вот и все, что я делаю. И хочу сказать, что макияж я смываю вот таким вот средством. Это нежный гель, крем для интимной гигиены. Тоже, кстати, очень бюджетное средство от Green Mama. Классно справляется. Несколько раз я в руке это средство вот так вспениваю, да, и смываю свой макияж. В принципе, вот и все. У меня есть несколько кремиков вокруг глаз, но я уже, да, сказала, что я сейчас ленюсь. Вот, знаете, и даже мне кажется, что я не знаю, вот в чем отличается. Напишите, кто знает, да, чем отличается крем для лица и крем вокруг глаз. Мне кажется, ничем не знаю. И у меня еще, знаете, что есть в арсенале? Очень классная масочка тоже, кстати, от Fiberlic. Это восстанавливающая маска для лица с белой глиной. Очень крутая. Это секрет Клеопатры. Такой маской я пользуюсь один-два раза в неделю. Она так вкусно пахнет. Она такая нежная. Несмотря на то, что в составе есть белая глина, она очень классная. Поэтому я люблю, искренне люблю эту маску и всегда пользуюсь ею. И еще есть маска, сплэш маска корейская. Она вот такая. Она у меня уже заканчивается. Тоже очень крутая штука. Здесь, кстати, есть кислоты в составе этой маски. Она, по-моему, минутная. То есть, или несколько секундная. То есть, ее разбавляешь водичкой, наносишь на все лицо, а потом через несколько секунд можно смывать. В принципе, вот и все. Я вам все показала. Все, вот чем я пользуюсь сейчас, я вам принесла и показала. И, конечно же, я пользуюсь своим любименьким бальзамом для губ. Он классный. Антивозрастной бальзам. Тоже от Фаберлик. Он классный. 45-70. Он для меня делает все, что я хочу. То есть, он и увлажняет, и подпитывает. И мои губы оставляет в таком классном состоянии. Насчет шеи и декольте. У меня, кстати, есть специальные кремики. Тоже от Фаберлик. Нужно их достать. Кстати, кто-то писал, что Эллина, носи обязательно, ухаживай за кожей шеи. Вот эти полоски, кстати, они у меня с детства. Но я вот сейчас замечаю, да, что с возрастом они становятся все глубже и глубже, вот эти полоски. Но это не возрастное. Потому что, когда мне было 10 лет, тоже были полоски. Когда было 15 лет, тоже были полоски. И сейчас вот эти полоски также остались. Вот. Ну, я считаю, что я нормально ухаживаю за кожей шеи и декольте. Поэтому пока что не жалуюсь. Надеюсь, вам было интересно это видео. Потому что очень много вопросов про то, как я ухаживаю за своим лицом. В принципе, уколов красоты. И там какие-то вот эти биоревилитации или как это все называется. Я еще ничего не делаю. Но у меня есть в планах после 40 лет. А это уже через несколько лет. Совсем недолго осталось. Я хочу подтянуть свой овал лица. Потому что это моя самая проблемная зона. Это именно овал лица. Я уже замечаю, что у меня овал лица немного изменяется. И поэтому у меня есть в планах подтянуть. Да. Может быть, через... Сейчас мне 36. Может быть, там через 4-5 лет уже какие-нибудь такие инновационные, да, будут способы подтяжки овала лица. Ну и сейчас тоже, конечно, есть много способов улучшить овал лица. Мне, кстати, рекомендовали гимнастику для мышц лица. Но пока что я не могу заставить себя. И не знаю как. Если, конечно, будет совсем все плохо, то я займусь и гимнастикой. Но этому, мне кажется, нужно учиться у профессионалов. А как вы знаете, у меня городок совсем маленький. И вот про эти вот массажи, гимнастику лица, мне кажется, здесь никто ее не слышал, да. Но, может быть, вот я не интересовалась. Поэтому как-то мне пока что об этом думать даже не хочется. В принципе, вот и все, мои дорогие. Я больше вам ничего в этом видео не расскажу. И так уже наболтала, не знаю на сколько минут. Спасибо вам огромное, что вы смотрите. Еще раз извините, пожалуйста, за мой внешний вид. Ну, вы знаете, я в последнее время всегда накрашенную такая, вроде более-менее выгляжу в кадре. Но дома я выгляжу вот так вот. Поэтому спасибо огромное, что вы выдержали и досмотрели это видео. Я вас всех очень люблю и всех целую. До скорой встречи.